Всем добрый день, меня зовут Комарькова Дарья, я руководитель бизнес-инкубатора МГУ и еще по совместительству преподаватель экономического факультета Московского университета. Собственно, тема, с которой я вас сегодня познакомлю, это источники финансирования, то есть что такое гранты, конкурсы, субсидии, как ими воспользоваться и, собственно, на какой стадии ваша компания должна быть, чтобы вы могли претендовать на эти деньги. Перед тем, как вообще искать и подавать заявки, я посоветовала бы вам ответить на несколько вопросов про ваш проект. Первое, все-таки ваш проект — это какая-то научная разработка или есть потенциал коммерциализации этой разработки, потому что действительно источники будут разные. Второй вопрос, на который вы должны сами себе еще ответить, это «а сколько денег вы ищете?», то есть на что вы ищете и примерная сумма. Моя рекомендация — посчитать примерно бюджет на год, то есть сколько денег вам нужно на ваши разработки или на ваши исследования, которые хватит вашей команде жить в течение года. Третий важный вопрос, на который тоже вам стоит ответить перед тем, как вы подаете куда-либо документы — это ваша ответственность, потому что если вы подаете, например, заявки на грант, это значит, что вы становитесь ответственны за те вещи, которые вы обещали выполнить перед тем или иным субъектом. То есть не может ли случиться такая ситуация, что у вас запланировано какое-то обучение или поездка, и вы не сможете выполнить обязательства, на которые, собственно, деньги получили. Четвертый вопрос тоже очень важный, и от этого тоже будет зависеть вид финансирования, на который вы можете претендовать — это «готовы ли вы отдавать долю своей компании?». Я сегодня расскажу именно про те субъекты и те источники, которые не предусматривают то, что ваша компания как-то будет принадлежать не только вам. Но, например, венчурное финансирование как раз предусматривает о том, что инвестиции отдаются за небольшую долю, а иногда большую долю вашей компании. Ну и, собственно, давайте начнем с первого и, может быть, самого распространенного — с грантов. Гранты чаще всего — это материальная поддержка каких-либо проектов. Честно говоря, чаще всего это именно поддержка каких-то исследований, может быть, фундаментальных, а может быть, прикладных. Это социальные проекты, ну и еще есть большой пул грантов на обучение, в том числе зарубежное обучение, поездки, ну и какое-то, может быть, онлайн-обучение. Собственно, в чем особенность грантов? Что, как я сказала, в них есть цель, и они предусматривают определенные тематики. То есть у разных фондов заявлены разные темы, на которые они могут вам выдать грант, и на разные сроки. Кто-то выдает грант бессрочно, кто-то выдает грант чаще всего примерно на год. И в чем еще есть плюс, что часто гранты выдаются не разово, да, не сразу всю сумму вам сразу выдают, а есть некая периодичность. Например, грант большой, примерно 5 миллионов рублей, но из них вы получаете в первый год миллион, потом два, потом еще два. В чем тоже здесь особенность в том, чтобы вы получили следующую стадию этого гранта, вы как раз должны отчитаться, на что же вы потратили вот эту первую часть, которую вы получили в первый год, и, собственно, удалось ли достичь того, что вы заявляли. Какой фонд я могла бы вам посоветовать? Если мы говорим, что ваш проект находится на ранней стадии, то я бы обратила ваше внимание на так называемый фонд Бортника, или фонд содействия развития малых форм предприятий в научно-технической сфере. У этого фонда есть несколько, мне кажется, для вас полезных грантов. Это грант Умник и Грант Старт. Оба эти гранта выдаются в том числе для развития проектов по информационной технологии, да, то, что может быть для вас актуально. Если говорить про грант Умник, он сейчас составляет на данный момент 400 тысяч рублей, которые делятся на два года. То есть 200 тысяч вы можете получить в первый год, и если вы отчитаетесь за полученные деньги, вы можете продавать на следующие 200 тысяч. Прелесть в том, что для получения этого гранта вам не нужно создавать юридическое лицо, вы можете подавать от себя, да, как от физического лица на сыскание этого гранта. Собственно, единственное ограничение — это возраст, потому что грант Умник рассчитан все-таки для молодых людей до 28 лет. Если вы чуть старше, и если ваш проект более уже серьезный, и вы от прикладных исследований переходите все-таки к коммерциализации, то следующая моя рекомендация — это второй грант Грант Старт. Сейчас он составляет 2 миллиона на первый год и 3-4 миллиона на второй и третий год, и как раз рассчитан на более взрослую аудиторию и на более уже серьезные проекты. То есть когда вы уже подошли от стадии, может быть, первичного прототипа к каким-то более фундаментальным, может быть, исследованиям, и готовы к коммерциализации своего проекта, потому что в том числе одно из условий получения этого гранта — это уже первые продажи вашего проекта. Что еще есть? Еще есть гранты от РФИ, это Российский фонд фундаментальных исследований. Здесь нужно внимательно посмотреть все-таки, какой у вас проект, и есть ли там фундаментальная составляющая, но вы тоже так же, как молодой ученый, можете на него претендовать. Собственно, где искать информацию о грантах? Грантов действительно очень много, и источников тоже очень много, и вам очень важно понять, совпадает ли грант, на который вы претендуете с вашими целями, и какие даты подачи. Я вам рекомендую два больших сайта. Это сайт XPIR, здесь должна появиться надпись. Там собрана информация о всех сейчас текущих конкурсах и ваших возможностей. И второй сайт, на который я тоже обратила бы ваше внимание, это сайт российской венчурной компании, rusventure.ru. Там тоже есть прекрасный календарь событий, где вы можете посмотреть и найти, куда можно податься прямо сегодня. В чем особенность грантов? Еще раз подчеркну, что, в принципе, это безвозмездная материальная помощь проектам, но нужно обратить внимание на две вещи. Первая вещь — это заявки. Действительно, у разных фондов разные есть критерии заявок, и, пожалуйста, постарайтесь заранее посмотреть, что же от вас требуется, какие документы, какие формы, какие таблицы нужно приложить к заявке. И второе — это отчетность, потому что гранты, как я вам уже говорила, даются на какие-то цели, на разработку, на какой-то неокр, на получение патента. Вам придется все-таки через какой-то период отчитаться за потраченные деньги, поэтому будьте готовы к тому, что вы потратите время на составление этой отчетности и вовремя ее подадите. Также хочу обратить ваше внимание, что если ваш проект все-таки социальный, есть отдельные гранты, которые помогают именно социальным проектам. Иногда это достаточно маленькие суммы, то есть, например, тысячи долларов или около 30-50 тысяч рублей, но очень часто для социальных проектов это та самая сумма, которая помогает запуститься. Я хочу обратить внимание на несколько источников, там, где вы можете найти именно социальные гранты. Это, прежде всего, сайт «Теплица социальных технологий», «Тест», легко запомнить. Там можно найти много полезного, в том числе, например, бесплатных программистов или бесплатных дизайнеров, которые готовы помогать социальным проектам. Второй проект, на который я хотела бы обратить внимание, это «Импакт-хаб». Это тоже международная сеть, которая помогает социальным проектам в России. Ну и третье, обратить внимание просто на некоммерческие фонды. Например, один из них — это «Оусом Фондейшн». Каждый месяц они тоже дают примерно 30 тысяч рублей на различные социальные проекты. Может быть, это как раз ваш шанс, и эти деньги помогут вам стартовать быстрее. Следующий источник финансирования, о котором я хотела бы рассказать, — это конкурсы. Дело в том, что конкурсы отличаются от грантов тем, что не всегда они обещают деньги и не всегда требуют отчетность о потраченных собственных средствах, которые вы получили. Из крупнейших конкурсов, которые сейчас есть в России, которыми я тоже рекомендовала бы вам обратить внимание, это большой федеральный конкурс «Generation S» и, мне кажется, актуально для вас, конкурс «WebReady». Если «Generation S» имеет разные направления, там есть проекты и IT, и био, и, например, авиастроение, то «WebReady», например, только про IT-проекты, и, мне кажется, он будет для вас очень актуальный. Действительно, конкурсов в России очень много. Я называла сейчас два крупнейших. Где же искать информацию о них? Я вам рекомендую три сайта, мне кажется, на которых собрано практически все, что может быть вам полезно. Первый сайт — это всеконкурсы.ру. Там собрана информация, по-моему, обо всем, что происходит сейчас в России, в том числе и о творческих грантах, о каких-то социальных грантах. Может быть, вы подчеркнете очень много полезного. Второй сайт, где тоже можно найти календарь событий — это сайт rusbase.vc. Тоже в разделе «Календарь». Обратите внимание, там есть информация о конкурсах, о каких-то заявках, о хакатонах в том числе, которые тоже часто в конце предлагают какие-то блага. Иногда материальные, иногда нет. Ну и еще я бы рекомендовала лично от себя сайт «Теории и практики», раздел «Возможности». Тоже отличный портал. Вы можете найти там информацию не только о поддержке именно вашего проекта, но может быть, вас самих. То есть какая-то социальная стипендия или какие-то стажировки. Ну и третий источник, о котором я бы хотела сегодня рассказать — это субсидии. Чаще всего мы имеем в виду государственные субсидии на поддержку малого, среднего или инновационного бизнеса. Честно скажу, в разных регионах есть разные органы, которые отвечают за эти государственные субсидии, но чаще всего это департаменту поддержки малого и среднего бизнеса, либо департаменту поддержки предпринимательства. Практически в каждом городе, в каждом регионе такой департамент есть. И чаще всего у них есть субсидии на создание как раз нового бизнеса. Какие бывают субсидии? Бывают субсидии именно на открытие нового дела, то есть вы регистрируете ИП или ООО. В принципе, там не так принципиально, что у вас должна быть какой-то ноу-хау или какой-то супертехнологический проект. Это может быть просто хороший средний бизнес, который, собственно, город готов помочь вам начать. Часто бывают субсидии на создание рабочих мест. То есть если вы трудоустраиваете свою компанию, других людей, не только себя, то же вы можете получить некую поддержку от города. Бывают также субсидии на покрытие процентов от кредита, если вы берете кредит на свой бизнес. И также, например, субсидии на покрытие лизинговых платежей, либо на участие, например, в каких-то выставках. Я вам рекомендую не полениться, зайти в своем регионе на сайт того департамента, который поддерживает малый и средний бизнес у вас, и посмотреть, какие условия есть, какие есть дедлайны заявки, и что нужно, чтобы на эти субсидии податься. Еще один источник финансирования, может быть неожиданный, который может вам помочь реализовать ваш проект, это краудфандинг. Может быть, вы о нем уже слышали. Краудфандинг — это такое финансирование толпы. Начался он, как ни странно, с музыкальных и социальных проектов, но сейчас на краудфандинговых площадках можно собирать деньги и на технологические проекты, и может быть действительно на социальные, или может быть на что-то, что интересно именно вам. В чем особенность? Особенность в том, что вы выбираете одну из площадок, чуть позже расскажу, какие они бывают, и рассказываете про свою идею, то есть что бы вы хотели реализовать. И запрашиваете некую сумму, которая вам поможет ваш проект реализовать, и может быть делать какие-то обещания тем людям, которые сделают так называемые пожертвования. Например, вы можете вписать их имя в титры вашего фильма, или может быть в авторы вашего приложения, а можете сделать их первыми вашими заказчиками, то есть они будут первыми пользователями приложения, или первыми пользователями вашего продукта. Из больших площадок, которые есть международные и российские, если говорить про международные, то это площадка Indiegogo и Kickstarter, и если говорить про российские, наверное, две крупнейшие сейчас площадки, это Planeta.ru и Boomstarter. Опять-таки, проекты реализуются очень разные. Сразу вам скажу, что не 100% проектов получают все финансирование, а примерно 60%. И, конечно, нужно понимать, что если вы хотите выйти на конфиденцию площадку, к ней точно так же нужно подготовиться. То есть постараться сделать очень понятный, красивый ролик, написать тексты и заручиться, может быть, поддержку каких-то лидеров мнений, которые могут рассказать про ваш проект, может быть, что-то кому-то посоветовать, пожелать, сделать те самые репосты в соцсетях, которые помогут вам собрать необходимую сумму. И все-таки на что стоит обратить внимание, когда вы ищете такие источники поддержки? Первое. Еще раз. Определите со своим проектом, что это, социальный проект, научный проект или проект действительно с неким потенциалом коммерциализации. Второе. Сколько денег вам нужно? Просто разные источники предоставляют разное финансирование. Это может быть и 30 тысяч рублей, и условно 3 миллиона рублей. Что нужно именно вам? Третье. Всегда взвешивайте, что для вас более существенно. Время на подготовку заявки, те деньги, которые вы можете получить, или, может быть, просто работа вашей команды, когда она работает без получения этого финансирования. И я бы на вашем месте обратила внимание, первое, на дедлайны, потому что разные фонды и разные источники предоставляют финансирование в разное время. Второе. Сколько времени пройдет до того момента, когда ваша заявка будет рассмотрена, и вы получите решение о том, одобрено или не одобрено, получаете ли вы финансирование. И третье. Собственно, какая отчетность нужна, когда вы ее будете подавать, и что нужно, чтобы ее подготовить. Взвесьте все за и против, и сделайте правильный выбор. Зачем еще можно участвовать в конкурсах или подавать заявки на гранты? Конечно, мы сначально говорили, что это может быть денежная мотивация, но задумайтесь. Дело в том, что очень часто финалы конкурса освещаются очень большим количеством СМИ, в эксперты входят действительно важные для вас люди, и, может быть, вы получите не деньги, не главные призы, не тот самый грант, на который вы подавались, но что-то нематериальное. Например, первых клиентов или отличную обратную связь, либо контакты ваших потенциальных заказчиков. СМИ. СМИ.